Панфилов Никита Владиславович. Российский известный актер театра и кино, телеведущий. Наиболее известен по роли Стаса в сериале «Мажор», а также по роли Игоря Андреевича в сериале «Сладкая жизнь». Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в городе Москва. Отец Владислав Владимирович Панфилов работал руководителем Московского театра охочих комедиантов, также являлся доцентом Академии повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма. Мать также была связана с творчеством и занимала должность режиссера в Московском театре «Монотон». В такой семье будущее мальчика было предопределено. В пятилетнем возрасте Никита сыграл на сцене первую роль Ивана Царевича. Отец мечтал о том, что сын станет чемпионом и отдал его на занятия в секцию греко-римской борьбы. К восьмому классу Никита стал мастером спорта и вошел в Олимпийский резерв юношеской сборной страны. Но потом бросил борьбу, поскольку ему надоели постоянные тренировки, разъезды и соревнования. Окончив среднюю школу в 1996 году, поступил на актерский факультет Института современного искусства в Москве. Затем прошел военную службу по призыву в рядах Вооруженных сил России. После демобилизации подал документы сразу в несколько театральных училищ. Прошел в Щепкинское и школу-студию МХАТ, в итоге выбрав последнюю. Учился на курсе заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Творческая биография Никиты Панфилова начала еще в студенческие годы. Он дебютировал на сцене Московского художественного театра имени Чехова в роли Икара в спектакле Евгения Гришковца «Осана». Работа была благосклонно встречена критиками и зрителями. Работая в МХАТе, Никита Панфилов планомерно выстраивал карьеру профессионального актера. Среди его ролей были образы рыцаря Ганса в спектакле «Ундина», Степана в постановке «Женитьба», Никулина в театральном шедевре «С любимыми не расстаются» и многие другие. Будучи студентом, также дебютировала на экране. Первой киноролью молодого артиста стал Петр Черкасов в знаменитом сериале «Адъютанты любви». Герои Никиты, высокого и привлекательного основателя русской разведки, были влюблены все зрительницы. Мужчину стали узнавать на улице. И все же Панфилов в основном играл второстепенные роли. Наиболее удачные работы, романтическая комедия «Любит-не любит», сериалы «Инспектор Купер», «Учитель в законе», «Мажор». Среди рейтинговых проектов с участием Никиты числится детективный сериал «Черчилль», молодежная лента «Анжелика» и второй сезон комедии «Путейцы». Среди лучших работ актера выделяется российский блокбастер «Духлес», в котором артист сыграл Мишу Вуду. На экране блистал звездный актерский состав Данила Козловский, Артур Смольянинов, Сергей Белоголовцев, Мария Кожевникова. Этот проект стал своеобразной перезагрузкой в карьере артиста. После ленты «Духлес» Панфилов одну за другой исполнил главные роли в боевике «Точка взрыва» и фильме «Личное дело». Детективный сериал «Пес» – еще один популярный фильм в кинематографической биографии актера. Известно, что во время съемок очередного эпизода Панфилов получил травму. В эпизоде с трюком «Удар пепельницы по голове» партнер Никиты, не рассчитав силы, нанес повреждения артисту. На площадку сразу же прибыли медики, чтобы помочь актеру. Теперь затылок Никиты украшает шрам. В 2014 году на канале ТНТ вышел сериал «Сладкая жизнь», в котором Никита сыграл одного из главных персонажей – владельца ночного клуба Игоря. Сериал имел грандиозный успех, получив продолжение во втором сезоне, а в середине 2016 года появился третий сезон полюбившегося проекта. В этом фильме, как и в первом сезоне, актер играет Игоря, но теперь герой меняется в лучшую сторону и открывается с другой стороны. После «Сладкой жизни» у артиста прибавилась популярность и предложение от режиссера. Между первым и вторым сезоном сериала у Никиты был плодотворный год. Актер снялся в нескольких проектах, среди которых «Вычислитель» и «Лондонград». С 2020 года Панфилов сотрудничает с Государственным Академическим Малым Театром России в Москве, на сцене которого играет роль Иоганна Вильгельма Мебиуса в спектакле «Физики» по одноименной пьесе в постановке Алексея Дубровского. В июнь 2020 года Никита посвятил съемкам телесериала «Пес». В пятом сезоне детективу Максу Максимову и его верному четырехлапому другу пришлось снова распутывать сложные дела и вытаскивать друг друга из передряг. Личная жизнь Никиты Панфилова сложилась не сразу. В молодости он женился на актрисе Вере Бабенко, с которой учился в школе-студии МХАТ, но брак просуществовал недолго и вскоре распался. Новое счастье постучало в дверь к Панфилову после знакомства с девушкой по имени Лада. Она работала администратором программы «Армейский магазин» и подбирала актеров для проекта. Никита пригласил Ладу на спектакль в театр «Сатирикон», а через год они поженились. В семье подрастал сын, которого родители назвали Добрыней. Актер присутствовал при появлении ребенка на свет и считает это сложнейшим испытанием в жизни. В 2016 году СМИ заговорили о том, что пара разводится. Никита удалил статус женат в соцсетях, а его супруга Лада Панфилова, по некоторым данным, даже сменила фамилию мужа. Оказалось, что пара разъехалась еще в 2015. В конце того же года актер познакомился с девушкой по имени Ксения Соколова. Она медик по образованию, уроженка Петербурга. Общение началось в социальной сети. Вскоре девушка приехала в Москву в гости к актеру и они быстро нашли общий язык. Совместные фото Никиты и Ксении вскоре часто начали появляться в Инстаграме. Спустя время после развода с Ладой Никита решился на оформление отношений с Ксенией. Пара посетила Зак Стайна. О свадьбе не знали даже родители актера. Но папарацци были проинформированы о торжестве, поэтому репортаж в тот же день появился на страницах таблоидов. Новость застала родственников и близких Панфилова врасплох. Мать даже обиделась на сына из-за того, что он не предупредил ее о важном событии. Но тем не менее в семье артиста новую невестку приняли тепло. Как позднее комментировал мужчина, на штамп в паспорте он решился только по причине желания обвенчаться с избранницей. Актер с нежностью относится к третьей супруге и надеется, что этот брак окажется последним. Он часто балует вторую половинку романтическими подарками. Никита с Ксенией любят путешествовать по Европе и выезжать на лыжные курорты. Летом 2018 года в семье произошло радостное событие. Супруга подарила Никите дочь Аврору. Новость долго скрывали от общественности. О рождении ребенка Панфилов рассказал только спустя несколько месяцев. Он также сумел наладить отношения с предыдущей супругой и теперь регулярно видится с сыном Добрыни. Никита публикует свои фото в Инстаграме. Страница актера используется только в личных целях. Он не делает рекламу и поэтому следить за ней особенно интересно. Там даже можно увидеть фотографии, где Панфилов с волосами. Но поклонникам он больше нравится, когда лысый. Они считают, что это прибавляет ему брутальности. Официального сайта у артиста нет, однако все новости, связанные с его творческой деятельностью, публикуются в группе ВКонтакте.